В принципе, в мире, особенно в развитых странах, в последние лет 15 существует достаточно высокий, даже иногда неумеренный, то что называется, сильно оптимизм. То есть оптимизм в отношении того, что будет с Китаем происходить. Сможет ли Китай стать новой моделью для развития мира? У него есть основания, у этого оптимизма. Они связаны с тем, что Китай очень активно в последние 15-20 лет не только бешенными темпами модернизируется и создает современную городскую цивилизацию, то есть темпы урбанизации колоссальные, небывалые. То есть строятся огромные новые города, они частично еще пустуются, заселяются прямо на глазах, то есть миллионники вырастают, как грибы в течение 5-10 лет. Инфраструктура, которую Китай создает, самая современная, у нее запас на 20 лет вперед ни одной страны мира, наверное, сейчас такого нет. Сложнейшие транспортные инфраструктуры, которые превосходят то, что мы видим в большинстве развитых стран, если не во всех. Второе, что Китай очень много инвестирует в, понимая, что это нужно, инвестирует в науку, в образование своих лучших студентов, посылая их в передовые университеты мира. Потом они возвращаются в Китай, создают там свои лаборатории, свои исследовательские центры. В этом смысле подтягивают очень быстро науку Китая к мировому уровню. Может ли это порождать новые технологии, насколько успешно это удается на сегодняшний день? Буквально две недели назад читал статью в Washington Post про то, что на самом деле статистика очень печальная. То есть Китай, вкладывая действительно огромные ресурсы, сопоставимые с тем, что вкладывают передовые страны, в десятки раз меньше имеет изобретений оригинальных, чем США, Япония, Европа и так далее. И вот сейчас открытый вопрос, насколько это связано с тем, что Китай недавно этим начал заниматься. Второе, собственно говоря, что Китай претендует на то, чтобы стать не только мастерской мира, а именно содержательным лидером. Мастерской мира Китай перестает быть. Это вот такой интересный факт, что зарплаты в производственном секторе выросли за последние 10 лет, я не помню точные цифры, но там во многие разы. И то, что было дешево производить 10-15 лет назад, что заставляло компании мировые передвигать свое производство в Китай, Сейчас оказывается, что Китай уже выравнивается с поправкой на производительность труда, выравнивается с Восточной Европой, выравнивается с другими производственными центрами. Нет особых уникальных преимуществ с точки зрения стоимости рабочей силы. Поэтому производство там, которое критически зависит от стоимости труда, например, перемещается дальше в дешевые страны. Китай, понимая, что эта тенденция есть, собственно говоря, и начал заниматься развитием науки, претендуя на то, что он войдет в клуб инновационно-активных стран. И плюс к этому, значит, урбанизация – это городская цивилизация, которая может порождать в том числе новые культурные смыслы, новых авторов, новых художников и так далее. Здесь мы приходим к вопросу, а может ли Китай быть инновационным, может ли Китай быть центром порождения новых смыслов, из которого мировая культура черпает очень важные смыслы. Ну, это, собственно говоря, традиционная культура. То есть это там даосизм, это конфуцианство и так далее. При этом в самом Китае вот этот культурный слой был во многом снесен во время культурной революции и всех тех пертрубаций, которые страна переживала в последние 50 лет. Есть второй аспект, который очень важно понимать, что китайская система образования и вообще китайская культура находится под влиянием конфуцианской этики и конфуцианских принципов. В центре конфуцианских принципов лежит ритуал и подражание образцу как наивысшая добродетель. Вся система образования в этом смысле построена, кто с ней там получше знаком, знает, что она построена на зубрежке. И беспрекословно студенты за учителем повторяют то, что учитель рассказал. Авторитет учителя не обсуждается. Вопросы учителю могут заставить учителя потерять лицо, поэтому вопросов задавать нельзя. Это чудовищно напрягает профессоров, которые работают с китайскими студентами. Потому что, когда они выступают перед европейской аудиторией, они всегда закладывают время на вопросы. И вопросов всегда много. У них культура задавания вопросов для уточнения, для собственного понимания, для того, чтобы в диалоге распаковать новые смыслы. В Китае такого нет. В Китае, значит, человек заканчивает, говорит, вопросы, пожалуйста, а аудитория сидит с каменными лицами. Вопросов нет. Учитель сказал, мы должны это усвоить, мы должны переписать это 40 раз у себя в конспектах, потом транслировать дальше. И оказывается, что китайские студенты, китайские молодые исследователи чрезвычайно исполнительны, чрезвычайно хорошо делают работу в рамках какого-то заданного кусочка. Они очень хорошо могут улучшить что-то, технологии или что-то. Но когда дело доходит до порождения каких-то прорывных новых смыслов, идей и так далее, у них стоит блок. И в этом смысле вопрос, сможет ли Китай стать центром порождения инноваций. Потому что исследовательские центры, мировые компании переносят сейчас активно в Китай, ожидая, что там может начать порождаться вот эти новые инновации. Но нововведение действительно созидательного такого прорывного характера. Вот сейчас пока этого не происходит. Как раз я ездил недавно в Китай, мы ездили, разговаривали о том, что образовательная система всегда, это поскольку система программирующая будущее, всегда так или иначе связана, что называется, с политическими вопросами. Кто держит власть, кто контролирует ресурсы и так далее. И без решения со стороны тех людей, которые держат власть, вот эта перепаковка образовательной системы произойти не может. И Китай это явным образом демонстрирует, потому что, в общем, это выбор коммунистической партии. Готовы ли они вводить такие практики, которые позволят гражданам думать самостоятельно, думать творчески. И, может быть, ставить под вопрос очень многие догматы, которые лежат в основе общества, которые удерживают власть партии. Поэтому, вот сейчас, на мой взгляд, нет однозначного нет в отношении того, что Китай не сможет стать лидером. Но есть очень много факторов, говорящих, что несмотря на все, вот множество трендов, которые прямо точно указывали, что вот если так еще будет продолжаться лет 10, то Китай заведомо обгоняет Америку, заведомо становится центром порождения новой науки, новой культуры, новых смыслов. И в этом смысле новым центром мира, вот с точки зрения именно внутренних блоков, лежащих внутри культуры, открытый вопрос. Я не говорю про различные социальные вопросы, конфликты, неравенство, значит, очень богатый Восток, очень бедный Запад и так далее. Они есть, и о них много говорят, что вот именно из-за социальных проблем, из-за появления большого среднего класса, который требует новых свобод. Вот из-за этого Китай может начать сыпаться. Это все известно. На мой взгляд, проблема лежит глубже. Она лежит именно в конфуцианских принципах, которые пронизывают общество насквозь и содержатся в образовательной системе. Пока образовательную систему Китай не начнет перепаковывать, наверное, он не сможет дойти до точки зрения.